Всем привет, с вами Рисим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня мы продолжаем прохождение черной книги за Векшицу Василису. Что ж, желаю всем приятного просмотра, продолжим наш путь. Где это мы? Че-то плохо, я помню. Говорить сложно. Мне непривычно как-то. Это все потому, что ты был волком. Видел других поезжан? Как-то плохо, припоминаю. Словно в тумане все. Бежали будто. Со мной Николай тоже был. Нас манило сюда, к горе. Словно звал кто. Мы побежали, один быстрее другого. Так разделило нас. Потом я дедушку встретил. Он меня взял. Где-то другие рядом. Я и сейчас чувствую. Что за мужик с тобой был? Тот дедушка домой меня вел. Я за ним бежал. Все в лесу с ним слышал. Тебя тоже давно услышали. Добрый такой дедушка. Ты себя как чувствуешь? Что-то плохо, помню. Я в деревне жил. Не в лесу, так ведь? Сколько времени-то прошло? Много. Мальчик неотрывно смотрит на пламя. И кажется, теряется в своих мыслях. Ну все, пусть он отдыхает. Ну а мы поговорим с Айраном. Тебя будто не удивил, нечистый. В лесу не первый день. Много чего видел. Теперь нам на гору забираться? Оборотни сбегаются к ложаку. Хозяину всей этой горы. Я знаю дорогу. Проведу. Отдохни пока. Что это был за мужик-то? На нечистого не похож. То ж урале был спалюдо. Кто же еще? В любом обличье узнаю. К нему оборотни сбегаются. Если их не расколдуют знатки или священники ваши, то так и остаются зверьми. Как-то у меня родной человек пропал. И дед Егор помог грамоту составить. А леший все равно не вернул ее. Себе забрал. Тут, у полюдо. Этот был, значит. Мне боялся показаться. Теперь-то мы его выследим с тобой. Давно тебе Егор-то помог? Давненько. Ты была у него еще малой. Когда грамоты вернуть не удалось, мы сами искать пошли. Нашли жену мою. Да поздно было. Ну, понятно. Нечисть просто так не отпускает. А теперь Прошка. Вот и близко мы уже. Это я тебе как суседка ворожей говорю. Что ты еще нагадать можешь? Не, мне это ремесло плохо всегда давалось. Да и кому дается? Другие суседки тоже не в попад все больше лепят. Ладно, не боись, Вася. Поможем мы твоим, поможем. Только кукушкиными слезами запасись. А что у нас скажет Левонтий? Че лезешь? Проморгала свою свадьбу. Да хлебай щей. Вся, прочь иди. И то заметят. Начинаем мы с подножия Полюда. Над нами написать гора Полюдова. Совсем скоро до оборотней-то доберемся. После нескольких часов отдыха вы продолжаете путь. Среди лесов у подножия Полюда можно забыть, что где-то не так далеко стоит чердань. Кажется, что этот лес появился на заре времен. Ваши мысли возвращаются к свадьбе. Могли ли вы что-то противопоставить Александру, или исход был предопределен судьбой? Ваше размышление прерывает нечисть. Вы видите ее горящие глаза среди деревьев. Зря они на нас напали. Так себе страженьки. Ну, за исключением Полуволка. Пожалуй, возьму себе удвоение с глаза. Еще одну карту. Пусть будет. 18 рублей. Так, сходим в кровавый след. Айрад заметил мрачные метки на траве и ветках. Нужно осмотреть внимательнее, что тут стряслось-то. Вы останавливаетесь, почувствовав колдовскую силу одной из старых елей. И смотрите вверх. Ее ветви идут к небесам, и кажется, что не там конца. Будто уходят они к вершине мира. У корней дерева вы различаете кровавый след, ведущий на восток. Ну, сначала осмотрим ель. Вы приближаетесь к дереву. Его тяжелые ветви скрывают вас от внешнего мира. Вы чувствуете, что зашли в старинное место чуждой вам силы. Следуете за своим ведьмовским чутьем и осматриваете старую ель. Среди корней вы находите древнюю бронзовую фигурку в виде человека с лосиной головой. От нее веет сильным колдовством. Фигурка человека-лось. Интересно. По словам охотника, здесь волки нагнали могучего лося. Стая утащила тело зверя куда-то на восток. Ну, раз куда-то на восток, значит, надо продолжить дальше движение на восток. Волчий пир. Кровавый след ведет к этой поляне. Кажется, даже здесь слышен страшный хруст костей. Вы чувствуете запах крови, прежде чем лунный свет вырисовывает волчьи тела, погруженные в неистовый пир. У некоторых зверей красные глаза. В стае есть оборотень. Но, кажется, он не может добраться до добычи. И это хорошо. Стая чует ваш запах и начинает кружить вокруг, готовясь защищать свою добычу. Вы делаете глубокий вдох. Нельзя погубить оборотня. Так, здесь главное не убить самого оборотня. Карты этой печати мне не очень нравятся. Большинство бесполезны для меня. Когда испуганные остатки волчьей стаи скрываются среди деревьев, вы делаете шаг к оборотню. Вы проводите обряд, и волчица превращается в подругу невесты. Расколдовав оборотня, вы чувствуете, как трещит четвертая печать. Значит, вы на верном пути. Где я? Все как в тумане. Вовремя я тут очутилась. Съела бы ты что-нибудь тогда? Вы рассказываете девушке о произошедшем и помогаете выбраться на тропу, ведущую в Пакчу. После чего продолжаете путь. Отлично, у нас, по-моему, остался только Николай. И Федька гармонист еще. Хмурый лес, сосны с елками поднимаются ступенями, расположились, как на полках в баньке. Только в баньке это и конца и крайне видать. Айрат продолжает вести вас по следу. Вскоре тропу обступают нависающие, словно церковные своды, деревья. Через несколько шагов ваш путь преграждает стена сплетенных ветвей. Айрат хмурится и вытаскивает топорик. Давайте-ка остановим его. Вы настаиваете на поиске другого пути, и башкир неохотно соглашается. Прежде чем вернуться на тропу, вы изрядно поплутали и потратили много сил. А может и не надо было его останавливать. Ну ладно, идем дальше. Слезы Вишера. Говорят, что полюда богатыря как-то любила девка одна, Вишера. Не помню, что там было. Но теперь только слезы ее остались. Ручей так и зовется. Интересно, Евдокия или нет? Путники, подходите. Подходите ближе. Здесь вы сможете отдохнуть после долгой дороги. На-на. Чтоб ты нас защекотала до смерти. Кажется, Айрат поддался чарам. Он делает шаг в сторону покойницы. Вы хватаете его за рукав и шепчете заговор. Наваждение исчезает. Русалка шипит в гневе. Зачем вы здесь, колдуны-векшицы? Погоди, не злись. Нам на вершину нужно добраться. Ручей-то твой мы не собираемся портить. Да, это мой ручей, мой. Хочешь пройти, завещая жертву, тогда пущу и расскажу о кладе. Другой знаткий тут оставил неподалеку. Что за жертву ты хочешь? Знаю, у вас колдунов черти работу просят. Вот и пусть один заведет ко мне человека. Как видишь, я всего лишь жду гостей. Ну, такая сделка нам не очень подходит. Давайте просто сыграем в карты и получим всю информацию бесплатно. Может, в карты сыграем? Выиграю, расскажешь про клад. Так и быть. Но проиграешь, заберу душу. Ну, в дурачка я всего один раз проиграл за всю игру. Так что, и в этот раз выиграю. Ну что ж, победа моя обеспечена. Берет короля. И девятку. Проклятая Векша, не бойся. Расскажу, как и уговаривались. Если на восток пойдешь, пещеру найдешь. Там умер колдун один. Да не смотри так не от меня. А не знамо почему. Вы преодолеваете брод, внимательно следя за русалкой. Но она скрывается среди асоки и больше не показывается. Итак, у нас появилась новая метка на карте. Утопленница рассказала о старом трупе у истока родника. Кто это мог быть? Леший его водил, а он выгод не нашел, наверное. Скорее всего, так и есть. Извилистый ручей приводит вас к неприветливой пещере. В тоскливом мраке небольшого зала вы различаете серые человеческие кости. В воздухе ощущается колдовская сила, сохранившаяся в этих останках и старом пестере, что лежит неподалеку. Одежда истлела, и сказать про погибшего теперь можно лишь то, что он умер очень давно. Возможно, дикие звери не растащили его останки, потому что в этом месте осталась колдовская сила. Вы открываете пестер, и из него вылетают несколько испуганных и схудалых чертей, которые тут же скрываются во мраке. Внутри лежит старое веретено, от которого вы чувствуете недобрую, вредоносную силу. Кто знает, может этот предмет и погубил предыдущего владельца. Руку пронизывает резкая боль, когда вы прикасаетесь к этому проклятому предмету. Не в силах побороть себя, вы кладете веретено в свою сумку. В общем, такая себе находка лучше бы не находил. Идем далее. Обрыв над долиной. С этого обрыва открывается вид на все окрестные земли. Баск это как? Невдалеке от вершины полюда вы находите поляну, купающуюся в лунном свете у обрыва с видом на окрестные леса. Наверняка здесь найдутся целебные травы. Раз уж так говорят, то наверняка найдутся. Сейчас проверим. Вот действительно так и есть. Кукушечные слезы, то что нужно. Можно поговорить с мальчиком. Я... Я плохо помню, что было до того, как меня дедушка водил. Где мы жили-то, Василиса? Покчинский ты, Петька. Вспомнит. Со временем. Я такое встречал уже. Одного охотника-шураля водил. Но тот так толком и не отошел. А этот еще молодой. Оправится. Ничего, Петька. Мы тебя поладим. Все вспомнишь. Я домой хочу, Васик, матушке. Обязательно вернемся. Но сперва надо найти остальных. Так, покидаем местность. И идем дальше. Готовы одолеть лесового? Конечно. Ну так, не зря мы весь этот путь-то проделали. А я сомневаюсь. Не готова ты. Свадьбу твою испортили. Да и у подножия ты его упустила. Почему здесь иначе будет? Ай, нам нельзя его упустить. Знаю, как нам быть. Лесовой силу свою берет из леса. Лес силен по-людски. Силен и он. Нам нужно поджечь деревья. Тут поджечь, у верхушки. Тогда шуралей ослабнет. А лаберга не уйдет. Ну, как думаешь? Ну, как-то устроить лесной пожар это перебор. Поэтому не будем поджигать. Ты чё, какой грех удумал-то? Лес тебя самого кормит. Ладно, поступай как знаешь. И так, мы уже на пути к вершине горы. Сначала соберем траву. И снова поговорим с Петькой. Это уж точно. Посмотрим, что у нас за отметка с Черденью. Где-то там Чердень. Не разберешь. Необъятные просторы. Ну, а мы покидаем эту местность и продолжаем наш путь. Тропа ведет к самой вершине. Железный запах крови не предвещает ничего доброго. Вы ускоряете шаг, но вдруг замираете. Впереди оборотень. В его оскаленной пасте не хватает клыка, а горящий взор почти лишился остатков человечности. Волкалак неумолимо приближается. Он смотрит из-под лобья, оценивая вашу силу. Мне будет трудно достучаться до человека, что под этой шкурой. Как же к нему обратиться? Так, а давайте возьмем подсказку, чтобы точно не ошибиться, кто это. Так, это не волчонок, да и одежда вроде нестанционного. Смотрите, значит, либо Федька, либо Николай. Но так как у него не хватает клыка, а он хватал гармошку, так что это Федька. Федька, так ты че? Не помнишь меня-то? Поступь волкалака замедляется. В его взоре появляется смятение. Кажется, вы на верном пути. Что бы ему напомнить, чтоб он из волчьего обличия захотел вылезти? Че он любил в жизни-то делать? Ну, конечно же, играть на гармонии, так что это музыка. Хватит зверем прикидываться, Федор! Ты же игрок! Волчьими лапами гармошку держать будешь? От ваших слов оборотень отскакивает, словно ошпаренный. Но затем трясет головой и вновь устремляется в наступление. Ты, Федька, погибнешь волком-то! Только терять все будешь! Гармошки нет уже! Да и не только ее! Пойдем со мной! Я тебе так и помогу все вернуть! Что Федька потерял, и я могу ему возвернуть? Ну, здесь надо снова взять подсказку, чтобы тоже не ошибиться. Я бы, может, и вернул ему гармон, да только это ли для него сейчас главное? Ну, явно не сюртук, так что человечность. Не дури, Федька! Знаю, человеком ты хочешь снова стать! Пойди-ка ко мне! Глядишь, все и наладится! Оборотень опасливо приближается к вам и покорно ждет завершения обряда. На ваших глазах дикий зверь превращается обратно в Федьку-гармониста. Ой-ой, господи! Че происходит? Где я? Свадьбу спортили! Обернули жениха, да еще кое-кого! Сейчас наладится все! Свадьбу? Николаеву? Че-то я перепил на посиденке на медне, видать! Ты че помнишь последнее-то? С тобой мы говорили на телеге. Ох, ну хоть память не отшибла! Не ел, значит, волчьей пищи-то! Успела! Господи, помилуй! Где это мы? Че-то я головой ушибся, а ли как ли... Погоди, Федор, потом поговорим. Ты вон за парнем этим присмотри. У меня еще дела тут есть. За мной ходить не вздумай. Опасно тут. Ладно, хорошо. Че-то я ничего не пойму. Потом все объясню. У самой вершины зияет чернильный провал пещеры, резко выделяющийся на фоне безжалостного лесного пожара. У входа вас дожидается Айрат, задумчиво всматриваясь в темноту. Не уйдет от нас, Шурале. И за свадьбу ответит, и за сокола, и за мою семью. Ты в своем уме сжигаешь лес, что тебя же и кормит? Кормит? Он меня кормит? Да хоть бы и так. Ну что моя жизнь? Что жизнь других? Когда он утягивает всех в бездну? Я не буду скотом, которого выкармливают на убой. Смотри. Смотри в провал. Видишь мрак? Пусть все твои дьяки зайдут туда со свечами. Они не прогонят его. Думаешь, мы можем с ним договориться? Он не скажет ни слова. Дикий как ночь. Как северный ветер. Что мы для него? Подлесок, гниль. С ним не договоришься. А вот отомстить можно. Айрат. Нет. Спортили бы твою свадьбу без этого беса. Стали бы они волками. Думаю, нет. Он этого хотел. Он это получил. А теперь пирует их душами. И смеется над нами. Айрат делает шаг и скрывается в темном провале пещеры. Вы пытаетесь догнать охотника, но он ускользает, словно во сне. Охваченный пламенем полумрак пахнет кровью и горящим лесом. В глубине пещеры вы находите волчьего пастыря и оборотня в изорванном солдатском мундире. Рядом с ними стая волков, а у их лап – тело Айрата. Похоже, охотнику не повезло. Что с Айратом? Он не оставил выбора моему стаду. Айрат говорил, что ты убил его жену. Теперь и до него добрался? Убил его жену? Он так считал, но это ложь. Ты сама знаешь, что я не из нечисти. Я помню, что произошло. В той смерти виноват огненный бес. Ведаю, и кто виноват. Только, думаю, ты узнать не готова. Давайте узнаем. Готова. Кто насылает бесов, ты сама знаешь. А тот бес, от него запах твоего колдовства. Но я тогда еще не была колдуньей. Да, ты была слишком юна. Но твоими бесами владел другой колдун. Не может быть. Вот этот поворот. Дед Егор испортил, а потом сам помог. Кто ты такой? Думаю, тебе это и так известно. Ты часто меня в своих заговорах поминаешь. Волчий пастырь. Мне нужно открыть волчью печать. Знаю, это твой выбор. Тяжелый, опасный. Николай откроет печать. Я пришла за солдатом. Хочешь забрать его? Но ему будет лучше со мной. Безопасней. Среди волков? Его душа спасется. Среди людей всегда есть опасность грехопадения. Но путь по-твоему. Не зря же ты проделала этот путь. Забирай, Николая. А мне пора. На ваших глазах волчий пастырь растворяется в едком дыму пожара, словно его и не было. Вы быстро проводите обряд над Николаем. Николай открывает глаза. Но прежде чем вы успеваете что-то сказать, черная книга вырывается из ваших рук. Еще одна печать открыта. Печать открывается со вспышкой и всплеском силы. Вы осматриваетесь. Кажется, пожар и древнее колдовство начинают разрушать эту пещеру. Держитесь! Телеги вот-вот перевернутся! Василиса? Что? Пожар? Господи Иисусе! Ты не ел ничего! При памяти! Хоть одна хорошая новость. Кажется, я с невестой, и мы под венец ехали с поездом. Все так. Спортили нас. Не уберегла я. Спортили? Это как? Где мы? В волков поезд обратили, Коля. Кажется, пещера может обвалиться. Я объясню все позже. Нам нужно выбираться. Продолжение следует... А вот и четвертая глава. Как Леший по лесу водит. Николай! Ау! Есть кто-нибудь? Прошка! Холодный какой туман. Мне нужно выбираться. Вроде бы на запад к Чердани. Так, а где тут запад? Может быть, если выйду на поляну, пойму? Может быть. Но об этом мы уже узнаем в следующей серии. А пока у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели до конца. Всем удачи. Ну а мы увидимся в следующей серии. А пока, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.